Всем привет и добро пожаловать на канал о вышивке Лаус Тичен. Наступил июль 2019 года и пришло время подвести вышивальные итоги июня. Сегодня мы поговорим о более чем 30 работах, их финишах и продвижениях. Лайфи даст ответ на свой вопрос, который он задавал в предыдущем итоговом видео за месяц. И еще я расскажу о том, как отношусь к подведению итогов за первую половину года. О том, как строится мое видео о вышивальных итогах месяца, вы всегда можете прочитать в описании. Желаю всем приятного просмотра. Итак, из 30 дней июня 2019 года вышивальными были 29, только один день, это было у меня 27 число. К сожалению, мне не удалось повышивать нисколько, хотя в начале месяца я предполагала, что все-таки получится у меня вышивать именно каждый день. Но, несмотря на это, результаты в часах работы действительно большие, они не являются рекордными за месяц, но на протяжении последнего времени это действительно значительный результат. 18, 198 часов и 15 минут всего, а между процессами и финишами это время распределилось как 125 часов и 15 минут на финиши и 73 часа на некоторые процессы. Как я уже успела сказать, сегодня мы посмотрим на действительно большое количество вышивальных работ. Очень многие из них вы еще не видели ни на канале, ни в инстаграм. О каждой из работ, о которой сейчас нет видео на канале, будет отдельное видео в формате от самого старта, обзора, набора или подготовки материалов, если это вышивка по схеме или заготовке, до полного завершения. А по некоторым большим работам, которые сейчас находятся в стадии вышивальных процессов, тоже будут постепенно выходить отчеты с продвижениями за достаточно крупный продолжительный период. Итак, давайте приступать к просмотру моих финишей. Финишей всего будет 12. И еще хочу напомнить, что в своих итоговых видео я показываю вам достаточно много фотографий. Это и фотографии на экране, и фотографии в вещественном виде. Если мы говорим об обложке набора или схемы, или превью в электронном формате, Также, если работа начата у меня не в июне, а ранее, то показываю вам вначале фотографию того результата, который был на начало этого месяца. И уже затем мы смотрим готовый результат, либо следующие продвижения. И таким образом, мои видео о вышивальных итогах месяца содержат в себе только результаты вышивки в данном месяце, чтобы абсолютно четко представлять эти результаты. Поэтому время от времени, чтобы быть в курсе всех событий, предлагаю вам смотреть на экран, чтобы замечать, какой именно вышивальный прогресс был в прошлом месяце, и какие результаты есть сейчас. Итак, финиши я буду показывать вам в хронологическом порядке завершения этих работ. Первая вышивка это чайничек февраля в чайном календаре Ивиты Праселовой, The Bluebird Needleworks. Уже два месяца сейчас у меня в этом календаре присутствует на конве, и чайничек февраля, который я вам сейчас показываю вместе с январем, был выполнен за один вышивальный день, и ровно два часа потребовалось на вышивку этой работы. Итак, финиш номер два в июне. Это как раз одна из тех вышивок, о которых я сказала, что вы ранее ее не видели у меня ни на канале, ни в инстаграм. И хотя, в принципе, таких работ, которые я еще вам не показала, достаточно много, на это я предлагаю обратить особое внимание, потому что эта работа, которая именно сейчас перестанет быть секретной на моем канале, это та самая схема, мой первый-первоотшив, о ней я вам уже успела упоминать примерно в двух видео с итогами месяца. И давайте я вам прямо сейчас покажу, как эта работа появлялась. Всего я покажу вам пять фотографий, они сейчас за время моего рассказа об этой вышивке будут появляться на экране. Это авторская схема Яны Архиповой, называется сюжет «Замок Тремсбютель». Очень интересная акварельная работа, достаточно многоцветная. В работе используется много видов стишков, характерных для авторских схем. Это и три четверти крестики, и узкокрестики, вытянутые в разную сторону, и высокие, узкие, и низкие, широкие. Есть несчетный бэкстич, бэкстич через одну ниточку на основе равномерного переплетения. Я вышивала этот сюжет на линде 27 каунта, и хотя работа заняла достаточно много времени, именно в июне мне потребовалось два вышивальных дня, чтобы ее завершить. В часах работы это два с половиной часа в июне. Всего же эту работу я вышивала на протяжении 12 дней, и 23 часа ровно это мое время на вышивку всего сюжета. Эта работа была завершена 5 июня, стала для меня юбилейной в 2019 году. Эта вышивка моя 60-я готовая работа от начала года, и совсем скоро, думаю, что все-таки в июле, в ближайшее время, а может быть даже и почти сразу после выхода итогового видео за месяц, я покажу более подробное от самого начала и до завершения видео, в котором я не только поделюсь своими впечатлениями от вышивки замка Тремсбютель, но и расскажу о том, какие впечатления мне принес опыт первоотшива. А еще добавлю, что чуть позже в сегодняшнем видео я также расскажу о вышивке еще одного сюжета данного дизайнера. Финиш номер 3 в июне у меня случился тоже 5 числа, и это работа по авторской схеме Олеси Батуевой. «Сиреневые ножницы», как называю я эту работу, у Олеси эта схема названа «Ножницы 2». Сейчас я вам показываю, как выглядит данный сюжет на превью схемы. Это продолжение серии, серии «Ножницы-ключиков». В прошлых видео итоговых я вам успела показать два сюжета по схемам Олеси. Третий «Ножницы» был начат у меня в мае, и сейчас на экране вы видите те результаты, которые были в данной вышивке, выполнены на начало июня. А сейчас давайте посмотрим, как выглядит полностью завершенная вышивка. Я выполнила этот сюжет на лине «Кэшелл» 28 каунта, цвет винтажный дюнный, мулене «Диэмси» по ключу. В июне я вышивала эту работу 6 часов за 4 вышивальных дня, а всего эта работа потребовала у меня 6 дней и 11,5 часов работы. Мне очень понравился этот сюжет. Эти ножницы еще более фигурные, чем первые в серии, которые были цвета морской волны. Обязательно более подробно вы сможете узнать об этой вышивке в посвященном ей видео, которое тоже выйдет на моем канале, но скорее не так скоро, как видео о замке. И самая интересная и непростая деталь этой работы – это бэкстич, который потребовал почти столько же вышивального времени, сколько и крестики. Четвертым финишем июня стала работа, которая была выполнена достаточно быстро, за 2 вышивальных дня. Хотя с таким сюжетом, если иметь сразу всю схему, можно справиться и за один день. Поэтому сразу вам сейчас показываю, как выглядит уже сам финиш. Это тоже вышивка по авторской схеме. Называется она «Лесной домик». И это был совместный отшив схемы, а дизайнер этого сюжета «Мэтч Лэйди». Будет тоже о домике отдельное видео, там я оставлю ссылку и на группу ВКонтакте, если вам интересен этот сюжет. Домик мне показался очень нежным, и такого стиля сюжета я еще никогда не вышивала. Работа всего заняла у меня 5 часов ровно. И финиш этой вышивки случился 6 июня 2019 года. Пятым финишем месяца стала работа, завершение которой я сама ждала достаточно давно. Это вышивка «Риолис». Артикул этого набора 1695AC. И это «Берлинга первоцвет». Сейчас я покажу вам фотографию того результата, который был на начало июня. Было вышито практически все, кроме бисера, который украшает этот сюжет. И также не была выполнена сборка «Берлинга». Именно этот этап я все-таки несколько для себя откладывала, потому что это был мой первый опыт вышивки «Берлинга». И стоит отметить, что инструкция, которая присутствовала в наборе, мне показалась несколько менее понятной, чем, например, инструкция в наборе «Риолис» для сшивания без корню. Но сейчас «Берлинга» полностью выполнена и собрана. Сейчас я вам показываю получившийся результат на фотографии. К сожалению, сейчас с собой у меня этой работы нет. Хотя, конечно же, фотография не так передает впечатление от этого сюжета, поэтому обязательно тоже будет выходить отдельное видео, в котором я покажу все этапы вышивки. Также постаралась показать способ сшивания, который я сама для себя открыла в процессе вышивки этой работы. И еще расскажу о том, какие неточности содержатся в инструкции к этому набору. Поэтому, если вы тоже никогда не вышивали «Берлинга» или планируете вышивать именно этот набор, то думаю, что вам будет интересно посмотреть это видео. И что касается моих временных затрат на выполнение «Берлинга», то всего эта работа заняла у меня 6 часов за 6 вышивальных дней, которые растянулись на 3 месяца. Я уже много раз вам говорила, почему так медленно вышивались некоторые работы. Еще сегодня остановлюсь на том, почему у меня было не так много раньше свободного времени, и почему в ближайшие пару месяцев его будет заметно побольше. Дождитесь этого момента. В июне я выполняла «Берлинга» пришивание бисера и сборка в течение двух вышивальных дней и 3,5 часа времени мне потребовалось. Сейчас переходим к шестой готовой работе – вышивке бисером. Эту работу мне нужно было выполнить, как и еще одну следующую, о которой чуть позже, максимально быстро. Эта работа согласуется с моим планом на 2019 год в пункте выполнения подарков, хотя сам этот набор я еще не могла показать на момент съемок планов. Это вышивка иконы от фирмы «Русская искусница» «Святой Владимир». Работа была начата у меня 15 июня и завершена 20 июня. Вышивала я ее каждый из этих дней, то есть всего 6 вышивальных дней мне потребовалось. Вышивала достаточно много. И сейчас я вам сразу покажу фотографию готовой работы. Показываю фотографию, потому что эта работа находится на оформлении. Совсем скоро она будет подарена юбиляру, но еще успеет быть снятым и затем появится на моем канале видео, в котором я покажу несколько оформленных работ, в том числе и эту вышивку. Мне очень нравится, как подобран бисер в данной разработке. Икону Святого Владимира я вышивала уже во второй раз в своей жизни, причем оба раза я вышивала эту работу по разработке «Русская искусница». Понятно, что это были два различных набора, потому что основная составляющая таких наборов – это основа с нанесенным рисунком, в том числе не зашиваемыми частями. И эта вышивка стала моей 29-й готовой иконой. Кроме того, это юбилейная работа, мой 490-й финиш за все время, что я вышиваю. А для тех, кто недавно подписан на мой канал, или смотрел не все видео, или сейчас находится на моем канале впервые, напомню, что вышиваю я всего с февраля 2010 года. Будет отдельное видео об этой иконе, и там я расскажу вам, когда вышивала в предыдущий раз икону, насколько возросла моя скорость вышивки, сколько времени мне потребовалось на выполнение двух одинаковых работ спустя несколько лет. Ну а сейчас отмечу, что эта работа достаточно большая, в принципе, 18 на 22,5 см всего, в ней 92 вертикальных ряда бисера, но, к сожалению, не считала я количество штук бисера, чтобы вычислить скорость пришивания, но в целом можно по такой информации, которая я вам сказала, примерно представить себе объем работы. В этот раз я выполнила работу за 30 часов. Следующим финишем, седьмым по счету, стала работа, которую я могу назвать, наверное, для себя одной из самых сложных авторских схем, что я вышивала, и одной из самых сложных работ, которые вышиты мной на данный момент в 2019 году. Это авторская схема Анны Смит, называется сюжет Физалис, но я вышивала эту работу как авантюрку под названием «Подарок для Амелии», поэтому не могу показать превью этой схемы. Его участникам не показывали ни в начале, ни в конце, но поскольку эта работа начата была в мае, сейчас на экранах вы видите фотографию того результата, что был вышед в мае. 24 мая работа была начата, и 23 июня появился финиш. Всего эта работа заняла достаточно много времени, 24 часа, то есть ровно одни сутки, которые у меня растянулись на 11 вышивальных дней. Что касается июня, то непосредственно в июне я вышила все-таки в меньшую часть этой работы, 11,5 часов, хотя, как можно видеть, практически равное время потребовалось на июнь и май. 5 вышивальных дней июня было отведено работе. Работа тоже юбилейная, 65-я в этом году. Вышивка выполнялась на 16 темно-синей аиде, и главные сложности, которые были связаны с этой работой, это близкие цвета и 6 листов схемы с достаточно частыми переходами с листа на лист, и в схеме сами цвета тоже были близки друг к другу, хотя отмечу, что вышивал я именно по цвето-символьной электронной схеме. Много здесь было цветов и сложения нити бэкстича, тоже он потребовал немало времени, а все мои впечатления от этой вышивки и подробно рассмотреть, как она появлялась на ткани, вы сможете в отдельном будущем видео. Восьмой финиш будет вновь вышивкой бисером, религиозным сюжетом, тоже подарок. Это икона от фирмы «Русская искусница», артикул набора 323, икона святого Дмитрия Донского. Тоже сейчас сразу вам показываю фотографию финиша этой вышивки. Эта работа была выполнена еще быстрее, чем икона святой Владимир, а именно 4 вышивальных дня с 21 по 24 число. В часах работы это тоже для меня рекорд для подобного размера и уровня сложности вышивок. 28,5 часов. В отличие от Владимира, святого Дмитрия, я вышивала впервые. И здесь тоже хочется отметить прекрасный подбор бисера. Здесь есть один мой любимый оттенок, который тоже, в частности, и был в иконе «Цвятой Владимир». А об этой работе тоже выйдет отдельное видео на моем канале. Показываю фотографию по той же причине. Совсем скоро можно будет увидеть эту работу в оформлении. И эта работа тоже юбилейная в том плане, что это моя 30-я готовая икона бисера. В июне завершилось достаточно много моих проектов-авантюрок. Но сейчас, как вы знаете, в итоговых видео за месяц я не останавливаюсь слишком подробно на названиях, сроках совместных проектов, потому что у меня на эту тему выходят другие видео, хотя и не с такой периодичностью, как мне изначально хотелось, но СП-аналитика еще обязательно появится на канале. А сейчас расскажу вам о девятом финише месяца. Это работа под названием «Прикосновение нежности. Авантюрка» по схеме дизайнера Марии Нечаевой. Эта схема была разбита на целых 9 этапов по неделе каждый, поэтому вышивалась на протяжении длительного времени. И сейчас на экране я показываю вам, какой результат у меня был вышед по этому проекту в мае. Что касается июня, то в июне мне удалось повышевать эту работу достаточно много. 6 вышивальных дней, за которые были вышиты 5 этапов схемы, плюс 8,5 часов работы и получился следующий результат, который сейчас показываю вам на экране. Всего же эта работа заняла у меня 20,5 часов и 11 вышивальных дней я ее выполняла. И эта работа снова юбилейная, но уже по такому направлению, как мой пятый финиш авантюрки. Хотя в таких любопытных вышивальных проектах, как авантюрки, я и участвую всего лишь второй месяц. Результат вышивки мне очень понравился. Работа выглядит необычно еще и за счет цвета основы. Эта вышивка выполнена на Лугане 25 каунта в цвете малиновый щербет. Конечно же тоже снималось отдельное видео со всеми этапами, всеми моими впечатлениями. И как раз в этом видео можно будет послушать, как менялось мое представление о том, какой сюжет вышивается. Но сейчас, когда работа полностью готова, понятно, что это хлопок и прикосновение нежности, это название авантюрки, хорошо сочетается с вышивкой, вышивкой, которая получилась. Выполнять эту работу мне очень понравилось. И хотя сюжет и многоцветный, вышивать его по таким удобно разбитым этапам, как это было в данной авантюрке, даже на основе равномерного переплетения удобно, и слишком далеко отсчитывать практически не приходилось, за исключением, наверное, первых трех этапов. Десятым юбилейным для месяца финишем тоже стало завершение авантюрки по схеме дизайнера Антонины Третьяковой. И этот сюжет называется «Весна в сердце». Работа тоже была начата в мае. Сейчас показываю вам результат, который был на начало июня. Два вышивальных дня всего было у меня в мае. Старт работы был 19-го числа, а финиш случился 25-го июня. Было вышито у меня за май два этапа этой схемы. В июне еще три. Два этапа крестиков и заключительный этап из бэкстича. И французскими узелками. Узелков здесь было всего два. И сейчас вы как раз видите полностью готовый результат. На выполнение всей работы мне потребовалось 16 часов и 15 минут. Именно эта работа и дала те загадочные 15 минут к результатам месяца, о которых я сказала в самом начале видео. А что касается непосредственно продвижений в июне, то мне потребовалось 8 часов и 45 минут. 11-я готовая работа месяца, тоже авантюрка по схеме дизайнера Надежды Прохоровой. Но вот в отличие от предыдущих авантюрок, о которых я вам рассказала, эта прошла максимально быстро и была начата и завершена полностью в рамках одного месяца. Всего здесь было 4 этапа. Авантюрка под названием Зефирчик. Очень интересное название и по нему сразу сложно догадаться, что именно получится. И, наверное, и по результатам из всех на данный момент у меня завершенных 7 авантюрок это был действительно самый неожиданный и один из самых приятных результатов. Сейчас я вам сразу покажу фотографию готовой работы. Получился вот такой очень нежно-розовый дракончик, который ловит бабочек. И, не удивляйтесь, но эта вышивка выполнена на пластиковой конве. Хотя сам сюжет и достаточно объемный. Мне с учетом припусков потребовался полный лист пластиковой конвы гамма 14-го каунта. Размер этого листа почти соответствует листу А4. Организаторы, когда представляли свой проект, отметили, во-первых, что результат авантюрки покорит сердце каждого, кто его увидит. И мне кажется, что эта фраза максимально удачно согласуется с получившимся дракончиком. По крайней мере, мне он очень нравится. И такой сюжет я бы стала вышивать. А даже если бы видела заранее этот результат, он мне нравится. Хотя тоже подобного стиля сюжетов у меня раньше не было. И драконов раньше я тоже не вышивала. И во-вторых, было указано, что этот сюжет можно вышить даже на пластиковой конве. С учетом того, что в этом году у меня достаточно много процессов вышивки, многие из них начинаются максимально быстро, и я участвую в большом количестве совместных проектов, авантюрок и совместных отшивов, то запасы конвы и тканей у меня расходуются очень быстро. Я не успеваю даже их пополнять, а пластиковая основа у меня была, то я и решила согласиться с таким предложением, хотя организаторы и не настаивали на том, чтобы именно пластиковая основа была у каждого участника. Достаточно внимательно, может быть, я еще и не рассмотрела альбом всех участников, но когда я смотрела продвижение у других, мне показалось, что только мой зефирчик и вышит на пластиковой основе, но тоже очень интересный результат. И я рада, что, может быть, кому-то будет полезно посмотреть на то, как такая схема получается и на пластике. Это моя самая масштабная вышивка и по цветам, и по размеру, выполненная на пластиковой основе. Но не совсем просто было ее выполнять, а подробнее о впечатлениях тоже можно будет узнать из видео, посвященного зефирчику. И осталось мне показать вам последнюю готовую работу за июнь 2019 года. Эта работа стала финишем 28 числа и была выполнена за один день, поэтому сейчас сразу же вам ее покажу. Вот такой результат. Это работа в примитивном стиле, и я ее выполнила еще и как монохромный сюжет. Автор этой схемы Анна Сухарева Samplers and Stories. Недавно у Анны вышла новинка, большой сэмплер под названием From West to East с запада на восток. И вот такой сюжет, он не является частью этого сэмплера, но как писала Анна в своей группе, этот маленький бесплатный сюжет был вдохновлен и выполнен по мотивам большого сэмплера From West to East. Рекомендовала дизайнер выполнять эту работу в цвете DMC 336, темно-синий оттенок, но мне захотелось более летнего, солнечного результата, и я выполнила работу Mouliné DMC оттенком номер 800 на белой основе Линда 27 каунта, основа у меня Цвайгард, через две нити переплетения. Эта работа заняла всего у меня 4 часа вышивального времени, тоже стала юбилейной работой. Это моя 70-я готовая вышивка в 2019 году. Но вот в жизни это не юбилейная работа. Чуть более подробно вам рассказала об этом сюжете, потому что отдельного видео о нем на канале не будет. Может быть, я покажу его в одном из видео, где будет сразу несколько маленьких примитивных сюжетов. Может быть, если у этой работы будет прикладное оформление, то будет видео об оформлении некоторых работ. В одном из будущих видео, тоже таком итогово-отчетном, но это не итоги месяца, и даже не итоги года, я сейчас имею в виду, его тоже можно будет понаблюдать. Итак, мы с вами посмотрели все мои готовые работы июня. Прошло уже 6 месяцев 2019 года, и в это время можно говорить о подведении итогов за первую половину года. Может быть, говорить и можно, но я точно этого делать не буду. Я не считаю, что половина года это тот момент, когда нужно устраивать какие-то масштабные подведения итогов, еще раз показывать все свои вышитые работы, неважно, в фото- или видеоформате. Это как раз та часть, которую я вам сказала в начале. Хочу немного рассказать о своем мнении по поводу подведения вышивальных итогов за первую половину года. Я думаю, что это бы имело место, если бы существовала традиция подведения итогов за первую половину года отдельно, и за вторую половину года тоже отдельно. А устраивать репетицию подведения итогов года мне кажется странным. Поэтому могу вам сказать, что на моем канале таких видео нет и точно никогда не будет. Но, возможно, у кого-то есть такая потребность посмотреть на итоги за первую половину года. В таком случае, если вам эта тема стала интересна, то я хочу вам напомнить, что на моем канале каждый месяц, начиная с января 2018 года, можно найти видео о вышивальных итогах месяца. Они у меня находятся в специальных плейлистах. Плейлисты разделены по годам, так я считаю это делать правильно. Именно в вышивальных итогах месяца я показываю свои работы, именно финиши, в хронологическом порядке. Процессы показываю несколько в другом порядке. И сейчас мы к этой части тоже обязательно перейдем. Плейлист о моих итогах месяца в 2019 году называется 2019 вышивальные итоги месяца. Я решила отмечать именно год в названии в начале, чтобы удобнее было всем ориентироваться. Я обязательно оставлю ссылку на этот плейлист в описании к моему видео. И если вам хочется вспомнить, посмотреть, пересмотреть, а может быть вы новые зрители, вам стало интересно, какие же 70 готовых работ у меня на данный момент уже вышились, то предлагаю вам после просмотра сегодняшнего видео обратиться к этому плейлисту. Видео об итогах месяца у меня продолжительные, подробные, и там вы сможете узнать всю интересующую вас информацию. Также еще хочу сказать, что совсем скоро, я уверена, что это произойдет в июле 2019 года, меня будет ждать еще одна очень интересная юбилейная цифра, посвященная общему количеству моих вышивальных готовых работ, моих вышивальных финишей за все время, что я вышиваю. Может быть, вы уже догадываетесь, какое это число, в принципе, из той информации, которую я вам уже даже сегодня успела рассказать, можно себе это представить, но более подробно будем об этом говорить, будем радоваться этому событию, тогда, когда оно произойдет. Далее, сегодня я вам еще покажу и расскажу об активных процессах, неактивных процессах, и еще о некоторой важной информации, в том числе и той, которую упомянула в начале. Но сейчас, перед тем, как мы перейдем к просмотру моих активных вышивальных процессов и моих продвижений в них за июнь, я хочу провести свою рубрику «Мой плейлист», которую вы хорошо знаете, если смотрите мои вышивальные итоги месяца до конца, прямо сейчас, после финиша и перед процессами. Это нужно для понимания одного момента, о нем чуть позже. Ну и в целом, это будет некоторое разнообразие для тех, кто любит проматывать видео. Такой маленький сюрприз. Не обязательно, я не говорю о том, что у меня эта часть видео постоянно перемещается на это место, но разнообразие это всегда интересно. Итак, сегодня в рубрике «Мой плейлист» за июнь 2019 года я хочу рассказать вам, поделиться с вами двумя интересными музыкальными композициями. На обе из них я оставлю ссылки в описании. Собственно, я об этом не каждый раз говорю, но всегда все важные ссылки, особенно к рубрикам «Мой плейлист» и «Видео месяца» находятся в описании, поэтому не забывайте к нему обращаться. эти две композиции на первый взгляд абсолютно разные, они могут быть абсолютно друг с другом не связанными. Я специально не хочу в этот раз давать название, потому что это будет для вас лишний повод заглянуть в описание, а если вы вдруг не знаете, где его найти, то если вы смотрите видео с компьютера, нужно немножко прокрутить страницу вниз и под строчками с названием видео, строкой с просмотрами, лайками и дизлайками, будет начало текста описания и можно нажать читать дальше, чтобы она открылась полностью. Если вы смотрите с мобильного приложения, то тоже нужно просто развернуть эту часть описания, нажав рядом с названием. Итак, две музыкальные композиции, которые я сегодня включила в свою рубрику «Мой плейлист». на первый взгляд могут показаться абсолютно не связанными друг с другом, но для меня они тесно связаны и полностью описывают мои чувства в июне и вообще на протяжении наверное последнего года. Если вы следите за моей страницей в инстаграм, подписаны на нее, то тоже уже наверное можете догадываться о каком событии я говорю. Обязательно ссылка на мой инстаграм всегда присутствует в описании к каждому видео. Имя профиля совпадает с названием канала. В этом описании ссылка тоже конечно же есть. И если вы хотите видеть чуть больше чем показывается на канале и следить в реальном времени за моими вышивальными продвижениями в следующем месяце будет достаточно много сториз и наверное чуть больше публикаций чем обычно в инстаграм переходите и подписывайтесь я буду рада видеть вас и общаться с вами в том числе и там но я понимаю что не у каждого есть возможность зарегистрироваться в инстаграм поэтому сейчас покажу вам несколько фотографий посвященных этому событию да это как раз то чем я вам обещала рассказать в свое время и это то что не давало мне вышивать именно столько сколько хотелось бы на протяжении достаточно длительного времени и так смотрим а дальше будут активные процессы и так давайте перейдем к просмотру моих активных процессов июня их будет много их будет 17 буду вам их показывать в том же формате что и раньше превью результаты мая и результаты июня возможно я буду останавливаться не на всех подробностях каждого конкретного дизайна о некоторых работах видео уже есть с некоторыми отчетами о некоторых видео будет появляться только тогда когда работа станет окончательно финишем поэтому если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы о деталях одного из дизайнов которые мы сейчас будем рассматривать вы всегда можете их задать в комментариях а еще так же как некоторая часть итогов за первое полугодие я думаю буду отмечать сегодня месяц старта каждого из процессов но не все из них вышиваются достаточно быстро и не все из них вышиваются настолько быстро насколько бы мне хотелось но только что вы могли как раз видеть причину которая на это очень сильно влияла не буду сейчас так же останавливаться и на планах какие процессы будут вышиваться чуть быстрее какие чуть медленнее но если будет в названии присутствовать S.A.L. или годовой отшив это само собой будет означать что такой процесс нас будет сопровождать до завершения года до декабря итак давайте начнем первый процесс который я вам покажу это реконструкция голландского сэмплера Dutch Cell на канале пока об этой работе есть одно видео всего будет 4 отчета постепенно они будут выходить сейчас вы видите тот результат который был выполнен в мае было выполнено 5 частей этой работы потому что это S-A-L и за июнь была вышита шестая часть вот так сейчас я показываю вам выглядит вся работа полностью один вышивальный день 3 июня мне потребовалось на то чтобы выполнить шестой этап схемы сейчас я постараюсь показать вам именно этот этап поближе это вот такие интересные человечки я считаю что они несут елку возможно они изображают что-то другое но они все-таки мне очень напомнили одну известную картину про субботник может быть вы тоже знаете хотя они все это поймут и немногие вспомнят всего 2 часа мне потребовалось на их выполнение этой скоростью я довольна и уже сейчас успела я получить следующую часть часть июля буду вышивать ее в ближайшее время и эта работа по-прежнему остается одной из моих любимых начатых на данный момент не менее любимая моя работа это сэмплер Яна Хаутмана работа как вы видите очень большая и объемная сейчас я уже показываю вам результаты мая в мае я вышивала ее совсем немного хотя и вышиваю эту работу как минимум 30 минут в неделю а сейчас давайте посмотрим на то что получается на данный момент работа большая даже несмотря на то что вышивается на 18 конве вот такой объем сейчас выполнен я вышиваю уже лист F1 это лист номер 6 в первой полосе всего же здесь будет 7 листов по горизонтали и 7 таких рядов по вертикали 49 листов по одному в неделю публикуется схема тоже SAL что касается моих результатов в июне то плюс 5 вышивальных дней плюс 3 часа и по поводу месяцев начала первый сэмплер который мы посмотрели так и был правильно начат как полагается годовому SAL в январе и там у меня поскольку этапы совсем небольшие все получается максимально правильно месяц этапа соответствует месяцу его вышивки а вот сэмплер Яна Хаутмана был начат у меня в феврале и пока продвижение в нем не такие объемные как уже могло бы быть если бы мне действительно удавалось вышивать по одному листу в неделю третья работа которая сопровождает меня и мои итоговые видео тоже с февраля это вышивка по авторской схеме надежды крикориевой волшебная роза сейчас вы видите результат мая а что касается июня то в июне мне удалось эту работу повышевать ровно 4 часа за 4 вышивальных дня покажу что получается на данный момент вышивка на черной 16 аите есть некоторые у меня сложности с цветосимвольной схемой в этапе вышивки полукреста темными оттенками на фоне сейчас я перешла на вышивку по черно-белой схеме в этих участках и думаю работа будет вышиваться побыстрее но сейчас уже полностью готов 31 цвет в этом сюжете 4 процесс это снова работа чипот кэленджа по схеме ивиты прасловые которые я вам уже говорила в этом видео в части финиша чайничек февраля а в части процессов сейчас вы видите на экране этот результат рамочка для третьего сюжета чайничка марта и еще стоит сказать об этой работе что пока в ней будет некоторый вынужденный перерыв и видим мы в июле как эта работа перейдет из активных процессов в неактивный но вышить эту рамочку мне помогло участие в совместном отшиве вышиваем примитивы потому что эта работа была у меня в начале месяца заявлена и предполагала я в июне повышевать этот сэмплер побольше но не получилось поэтому чтобы были хотя бы небольшие продвижения я вышила рамочку на этом мне потребовался один вышивальный день один час и таким образом месяц старта данного процесса чайничка марта июнь пятый процесс это вышивка миробилия сейчас я вам показываю превью схемы белоснежка md130 артикул данной схемы работа начата у меня в марте и в мае был результат который вы сейчас видите на экране а в июне прибавилось 4 вышивальных дня 4 с половиной часа работы и давайте посмотрим на ткань следующий результат у меня есть хотя и было совсем немного у меня времени на эту вышивку но продвижениями июня я достаточно довольна появилось много новых цветов на ткани я уже вышила как можно видеть некоторые части кожи я долго думала как я буду вышивать кожу в этой работе крестиками через одно переплетение нити габиленовыми стежками через одно переплетение или же крестиками через две нити и все-таки остановилась на последнем варианте кроме того здесь в коже рук в пальцах присутствуют три четверти крестики и уже сейчас решение окончательно принято и первые крестики телесных цветов присутствуют также появились глазки у белоснежки и продвижение в сиреневых оттенках в ленточках и еще несколько новых цветов в прическе и сама прическа тоже полностью завершена была именно в июне шестой процесс это весенний квакер его месяц старта март сейчас давайте посмотрим на превью этой схемы это Rosewood Man Spring Walk S1202 вот такой сюжет должен получиться это моя первая вышивка по схеме данного производителя сейчас я вам показываю результат мая в июне я смогла повышевать работу 5 вышивальных дней плюс 4,5 часа вышивки и вот такой результат сейчас у меня есть на ткани это вышивка нитями по ключу Валдани на основе ручного окрашивания в цвете лес магазина шелковая нить я довольна своими продвижениями в этой работе в рамках того времени которое у меня было как можно видеть завершились полностью несколько элементов наконец готов крупный центральный на данный момент элемент хотя всего он в самой вышивке не будет располагаться по центру еще один небольшой элемент справа сверху от него и самым заключительным в июне я вышла элемент ниже крупного слева и уже перешла еще к одному хотя пока полностью завершенного листа схемы так чтобы с этого листа были вышиты все стишки у меня еще и нет в работе седьмой процесс июня является и стартом июня сейчас я вам показываю на экране превью этой схемы сюжет называется Spring Time это схема Саб Роза Дизайнс от этого производителя я уже вышивала один монохромный сюжет в прошлом году об этой работе есть видео на канале на него ссылку тоже могу оставить поэтому с данным производителем схем я уже знакома а этот сюжет весенний хотя и будет вышиваться у меня летом я вышиваю эту работу пока совсем немного всего один час удалось мне ее повышевать и тоже сподвигло меня на это участие работы в совместном отшиве вышиваем примитивы вот так выглядит мой результат вот такая рамочка мне очень понравилось вышивать этот элемент он напоминает цепочку сам сюжет будет небольшим на 32 каунте льна белфаст размер составит 15 на 17 сантиметров я вышиваю работу на одном из своих любимых цветов винтажный мока и вышиваю я мулине димс по ключу хотя стоит отметить что в этой вышивке есть два ключа в нитях ручного окрашивания wix jivorks и конверсия в димс предложенная производителем с оговоркой что будет результат более плоский если вышивать в димс но у меня не было возможности быстро заказать все необходимые цвета эту работу я планировала начинать еще весной вы могли ее видеть если смотрели мое видео о весенних вышивальных планах но все-таки результат в димс тоже будет достаточно интересным о работе будет сниматься отдельное видео от старта до завершения 29 июня эта работа стала моим процессом процесс номер восемь работа которая была начата тоже в марте как и весенний квакер это масштабная вышивка сейчас вы можете наблюдать превью схема химера с новым годом также я эту работу иногда буду называть лось потому что это главный герой работы хотя до него мне еще действительно далеко на фотографии вы сейчас видите результат мая а что касается июня то в июне в совместном отшиве было два отчета и повышивать я смогла только два вышивальных дня непосредственно это как раз и были отчетные дни зато в часах работы продвижение достаточно хорошее пять с половиной часов давайте обратимся к результату который есть это работа масштабная в ней всего более ста тысяч крестиков а на конве у меня сейчас вот такой результат это более семи тысяч крестиков появляются новые цвета которые раньше не использовались в предыдущих месяцах вышивки и я выполняю сейчас крестики одновременно на четырех листах это первый второй седьмой восьмой левый верхний угол работы первые два ряда листов схемы девятый процесс у меня тоже вышивается с марта это the primitive hair красная шапочка вот такое превью мы с вами посмотрели напомню что у меня другая ткань но превью в моей ткани или даже фотографию чего-то отшива я не видела сейчас вы видите мои результаты мая что касается июня то плюс четыре вышивальных дня плюс три часа вышивки тоже эту работу я вышиваю как минимум один раз в неделю хотя одну неделю пришлось пропустить опять в связи с теми же событиями фотографии которые мы недавно смотрели но вот такие результаты у меня сейчас есть слева мы видим всю высоту картины сверху вниз это так было вышито ранее что касается моих продвижений непосредственно в июне то это верхняя часть вышивки добавились веточки дерева мне очень нравится вышивать черным цветом и совсем скоро я дойду до правого края картины и уже потом возможно перейду к другим более ярким частям вышивки выполняется работа на лугане 25 каунта цвет винтажный мока десятый процесс работа которая была начата в апреле и работа которую обычно я вам показывала продвижение в фотоформате потому что вышивка находилась на станке который можно было показать только таким образом видео но поскольку сегодня и так было достаточно много фото продвижений то сегодня покажу вам эту вышивку без фотографий это вышивка бисером религиозный сюжет тоже набор русской искусницы а дальше по этому видео можно заметить что это мой любимый производитель наборов для вышивания бисером икон артикул 312 и это икона святой пантелеймон сейчас посмотрим на фотографию с продвижениями за май а что касается июня то в июне я вышивала еще 3,5 часа эту работу за 3 вышивальных дня и вот такой результат сейчас присутствует на основе продвижения здесь совсем небольшие но поскольку мне нужно было полностью от начала до конца выполнить 2 такого размера иконы в июне обязательно то на эту работу пришлось выделить поменьше времени чем бы хотелось но эта работа у меня вышивается не менее 2 дней в месяц 11 процесс работа которая была начата в мае это набор фирмы Риолис артикул 1322 забавные утята сейчас я вам покажу фотографию что было вышито в мае совсем немного но эта работа тоже одна из тех которые мне нужно вышивать хотя бы один день каждую неделю что касается июня плюс 4 часа за 4 вышивальных дня и получается следующий результат вот такой результат который есть сейчас вполне мог бы стать моим результатом за один вышивальный день если бы у меня сейчас был только один процесс эта работа вышивается в пару к забавным пингвинам тоже от фирмы Риолис и о пингвинах видео на канале уже есть точнее целых два видео два отчета было у меня тогда решено показать и пока утята не готовы вы можете посмотреть пингвинов ссылка будет в описании двенадцатый процесс тоже старт мая вот так выглядит превью это анкор мая коллекшн набор ред раппус или анимон сейчас покажу вам фотографию того как моя работа выглядела в конце мая а июнь принес продвижение объемные 4 вышивальных дня плюс восемь с половиной часов вышивки удалось этой работе мне уделить почти столько времени сколько мне бы хотелось и тоже эту работу я вам раньше показывала на раме и утят тоже показывала на раме сегодня мы на них смотрим как они есть можно будет оценить размер этой вышивки вот так выглядит эта работа издалека может быть сейчас не все хорошо видно но надеюсь что вам заметен масштаб сама работа будет 50 на 50 сантиметров и вышивается на основе равномерного переплетения 28 каунта то есть размер соответствует размеру на 14 канве но вышивать несколько сложнее сейчас поближе покажу вам то что вышито начинала я работу с центра и двигалась вниз именно так работа была натянута на раму раму дубко очень неудобную раму но результат мне очень нравится хотя процесс и не самый простой не только за счет ткани но и за счет схемы и некоторых других особенностей материалов 13 процесс месяца это старт июня и это авантюрка на данный момент единственная оставшаяся авантюрка в которой я сейчас участвую поскольку авантюрка не могу показать превью и пока еще до конца сама не знаю что именно вышивается но скорее всего это маяк схема надежды казариной называется авантюрка путеводная звезда и сейчас я вам показываю фотографию что мне удалось вышить за июнь в июне я выполнила полностью три этапа из семи и этапы в этом проекте объемные всего 18 часов я вышивала эту работу за 7 дней этапы первые три были порядка тысячи крестиков а вот почему показываю фотографию потому что итоги июня я снимаю несколько позже чем в начале месяца у меня сегодня четвертое число и сейчас у меня уже вышед четвертый этап но это результат июля поэтому сейчас его вам показать не могу и работа вышивается на 18 аиде голубого цвета номер цвета 503 когда мы говорили о замке Тремсбютель я упомянула что сегодня расскажу еще об одном сюжете по схеме Яны Архиповой это снова будет первоотшив уже мой второй первоотшив и оба из них по схеме одного дизайнера когда я завершила замок Яна поблагодарила меня за эту вышивку и предложила еще несколько сюжетов для которых она ищет первоотшив мне больше всего понравился сюжет под названием Воронцовский маяк думаю что поступлю так же как с замком не буду пока вам показывать свои результаты до того момента как работа будет полностью вышита но обязательно будет видео от начала до завершения о вышивке маяка причем видео будет достаточно длинное потому что сам сюжет тоже большой как и замок я эту работу буду вышивать на линде 27 каунта сюжет многоцветный 57 цветов мулине дмс это число с учетом блендов всего блендов 5 и 52 чистых цвета и размер в крестиках 126 на 180 заметно превышает замок всего 16 листов схемы пока я вышиваю первый этап сразу 4 листа верхний ряд был мне предоставлен вышивать начала с левого верхнего угла и пока удалось мне посвятить 2,5 часа вышивального времени этой работе и вот у меня появился еще один процесс еще один первоотшив 15 процесс июня это вышивка набора Dimensions Fairy Bips волшебные нагрудники вот так выглядит обложка этого набора здесь всего два сюжета сюжет с лягушкой стал одним из финишей мая и вы могли его посмотреть в моем видео с итогами мая а сейчас в июне я начала сюжет следующий с божьими коробками это вышивка в технике печатный крест это не самая простая техника хотя может показаться и наоборот и также дополнительные сложности этой работы связаны с тем что работа уже пошита и простегана и не всегда удобно выполнять крестики в три нити посмотрим какой результат у меня есть от начала я вышивала эту работу 6 вышивальных дней и 6 часов но не всегда ровно по часу в день и вышивала я ее в очень дорожно-походных условиях на улице это тоже влияет на скорость но я не спешу с этой вышивкой хотя я вышиваю ее как минимум один раз в неделю и можно быть абсолютно уверенным что работа станет одним из финишей июля осталось посмотреть два активных процесса 16 процесс новый процесс новый старт старт июня сейчас вы на экране видите превью этой схемы это авторская схема Ирины Вебер называется она летняя деревенька или на английском самое вылыч это сюжет который вышивается сейчас в совместном отшиве и сроки для его выполнения с 1 июня по 31 августа сейчас покажу что у меня есть за один вышивальный час именно так один вышивальный день один вышивальный час пока продвижения совсем небольшие практически полностью эта схема займет весь отрез льна который у меня есть с учетом припусков лен у меня размером 40 на 60 сейчас как вы можете видеть вышита часть рамочки одним цветом зеленым оттенком всего здесь будет 11 цветов мулине о работе будет сниматься более подробное видео от начала до завершения и этот старт случился 30 июня в последний день этого месяца и осталось посмотреть на заключительный процесс июня под номером 17 это работа которая была у меня заявлена в планах на 2019 год кстати узнать о том сколько из моих 70 готовых работ за первую половину года согласуются с видео о планах на 2019 год вы можете если пересмотрите или посмотрите если не сделали этого раньше мое видео о планах почему я сейчас об этом вспомнила потому что именно 70 сюжетов там и было представлено ссылку на это видео вы найдете в описании и буду рада если вы к нему обратитесь а сейчас покажу вам 17 процесс вот это превью это Long Dog Sampers это сюжет Scarlet Ribbons Некоторые характеристики напомню сюжет достаточно большой будет размером 59 на 61 сантиметр если вышивать на 32 каунте через две нити основы как это буду делать я вышивать буду на льне Белфаст долго думала с какой части смогу начать эту работу мне хотелось начать с середины но все-таки не рекомендую так делать если вы тоже будете начинать этот сюжет из-за особенности разметки в схеме точнее отсутствия этой разметки в этом можно убедиться в моем видео о покупках этой схемы именно там я вам ее подробно показывала ссылку на данные покупки тоже оставлю в описании и будут выходить несколько отчетов о вышивке лонгдога где тоже конечно же на этом остановлюсь и в итоге я решила начать эту работу с правого нижнего угла и покажу вам свои первые результаты свои первые продвижения за тоже один час вышивального времени и тоже 30 июня была начата эта работа я вышиваю сюжет на льне Белфаст 32 каунт оттенок молочный это будет монохромная вышивка которую я выполняю оттенком ДМС номер 498 хочу об этой работе еще немного добавить что называется она Scarlet Ribbons то есть в переводе наиболее удачный вариант на мой взгляд это алые знаки отличия если вы внимательно смотрели сегодняшнее видео то можете сами ответить на вопрос почему я не начинала все-таки эту работу до конца июня в этом видео эта часть раскрыта хотя если вы вдруг не догадаетесь можно будет об этом узнать в первом отчете итак мои активные процессы мы посмотрели и итоги не будут полными если мы не обратимся к неактивным процессам и их показывать я не буду мы смотрим именно только на продвижение но также упомяну название и то время когда они были начаты как мы это обсуждали по финишам и активным процессам неактивных процессов на сегодняшний момент за июнь 2019 года у меня было 7 это golden kite апельсиновое дерево работа начата в ноябре 2017 года это жар птица геочная игрушка новогодний изумруд февраль 2019 мережка пастушка работа которая была начата в августе 2018 года два сюжета по схемам Ирины Вебер это морской сэмплер и сюжет января из совместного проекта календарь который проходит в 2019 году оба сюжета были стартами февраля этого года шестое это панна зеленая машина тоже февраль и седьмое это авторская схема Елены Душкиной Шат Сад Чудес пасхальное яйцо в технике Blackwork эта работа была стартом апреля 2019 года и таким образом всего на данный момент у меня 17 плюс 7 24 вышивальных процесса это действительно большие для меня цифры как я вам уже говорила несколько итогов месяца назад на протяжении этих месяцев достаточно необычные ощущения дарят эти процессы но как вы видите большая часть из них у меня продолжают оставаться активными и 24 это не рекорд рекорд был в прошлом месяце 26 но посмотрим что будет в июле потому что в июле меня ждет как минимум 5 новых стартов и больших сюжетов и тех которые сразу же станут за этот месяц финиш что касается стартов июня то их всего было 11 5 из них превратились в финиши и 6 пока являются процессами и сейчас пришло время высказаться Лафи вы можете его помнить если смотрели внимательно видео о вышивальных итогах мая на моем канале как вы можете помнить Лафи проводил свой маленький конкурс и задавал вопрос и вот сейчас он готов озвучить правильный ответ поэтому давайте ненадолго передадим ему слово всем привет это снова Лафи я хочу рассказать всем о том каким был правильный ответ на мой вопрос викторине которую вы могли посмотреть в вышивальных итогах мая 2019 на канале и чтобы ни у кого не возникло вопросов чтобы все было честно вы сейчас видите что я держу в руках свой паспорт здесь написано что меня зовут Лафи а если мы его откроем то узнаем правильный ответ на вопрос который я задавал еще хочу сказать что всего мне 7 лет а свой дом свою новую любящую семью я нашел только 6 лет назад но очень этому рад итак я попрошу меня помочь и открыть мой паспорт итак друзья надеюсь что вам хорошо видно про меня здесь написано следующее сидящая пустынная лиса приблизительно 20 сантиметров в моем маленьком розыгрыше спасибо всем кто поучаствовал к сожалению пока правильного ответа никому дать не удалось но я обещаю что если вам интересно то я обязательно буду возвращаться буду гостем некоторых видео на канале и спасибо всем за внимание итак Лафи ответил на свою загадку мы с ним вместе хотим поблагодарить всех кто попытался принять участие попытался дать свой ответ большое спасибо что они остались равнодушными нам это было очень приятно но к сожалению правильный ответ никто не дал но не будем переживать это был кстати не единственный конкурс или розыгрыш которые были на моем канале и в моем инстаграм в июне и сейчас об этом расскажу плавно переходя к заключительной рубрике этого видео под названием видео месяца что касается розыгрышей на моем канале и в инстаграм то их действительно было много кроме конкурса Лафи состоялась вторая и главная часть вручения подарков в честь достижения моим каналом тысячи подписчиков спасибо всем кто поучаствовал и не прошел мимо этого розыгрыша также спасибо тем кто в видео о подведениях итогов этого розыгрыша ответил на вопрос который там задавался кроме этого моей странице в инстаграм исполнился один год в июне и тоже этому событию был посвящен небольшой розыгрыш и в будущем тоже и на канале и в инстаграм будут подобные мероприятия и конкурсы поэтому следите не пропускайте смотрите каждое видео потому что не всегда вручению подарков будет посвящено какое-то отдельное видео это может быть и скрыто внутри видео совершенно на любую тему поэтому чтобы ничего не пропустить вы можете не только подписываться на канал но и подключать уведомления о новых видео на канале что касается видео вышедших в июне их было совсем мало так мало их не было никогда и я не думала что будет их так мало три видео всего успела выйти это итоги мая итоги розыгрыша в честь тысячи подписчиков на моем канале и видео с обзором набора техники ковроткачества от фирмы Вервака вначале расскажу об этом коврике коврик готов и можно скоро будет наблюдать видео о некоторых частях его процесса завершений и окончательном оформлении постараюсь показать это видео летом и даже постараюсь в июле хотя как видите не всегда можно что-то загадывать вперед и быть уверенным что это все получится действительно рекордно мало было видео на моем канале в прошедшем месяце и сейчас наблюдается такой самый рекордный перерыв на момент когда я снимаю это видео на моем канале уже 19 дней подряд ничего не выходит конечно в июне вышло заметно меньше видео чем мне хотелось бы и чем предполагалось но к сожалению пришлось заниматься в июне не только вышивкой и некоторыми делами о которых я еще на начало месяца даже не думала что потребуется заниматься именно этим а также и были запланированные мероприятия которые занимали почти все свободное время но в любом случае хочу сказать большое спасибо всем тем кто остался подписчиком моего канала и тем кто возможно захочет присоединиться после просмотра этого видео если вы смотрели его без подписки и досмотрели сейчас до конца значит оно вам понравилось и я буду очень рада если вы подпишетесь а также я всегда рада получать от вас комментарии поэтому пожалуйста пишите и я с удовольствием вам отвечу что касается июля то все-таки хотя и бывает сложно загадывать но я постараюсь показать вам многие видео которые уже были запланированы которые уже сняты и только монтаж отделяет их от того чтобы они появились на канале спасибо всем большое за внимание спасибо тем кто досмотрел это видео до конца и до скорых новых встреч всем пока